Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня в рубрике про лечебные баздиальные грибы будет видео про рейши. Про него я еще видео не делал. А ведь гриб рейши уникален, обладает многими лечебными свойствами, применялся тысячелетиями и входит во многие наборы по лечению тех или иных заболеваний, в том числе онкологических. В Японии и Китае экстракт рейши используется практически при любых заболеваниях, но для каждого заболевания существует своя методика дозирования. Рейши имеют три главных целебных свойства. Первое – противоопухолевое действие. Используя рейши, происходит регресс любых опухолей и доброкачественных, и злокачественных. Напомню, что рейши входит в противоопухолевый набор вместе с грибом, веселкой грибом Шитаки, то есть в маркерный курс, вот этот. А гриб Шитаки усиливает действие рейши. Второе свойство гриба рейши – лечить сердечно-сосудистые заболевания, причем оно настолько явно выражено, что не только не уступает Шитаке, но и превосходит его действия на порядок. Именно по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Например, для профилактики инсультов, инфарктов или для устранения последствий для качественной жизни после перенесенных инсультов. Инфарктов применяется такой курс, когда применяется гриб рейши, гриб кардицепс и гриб Шитаки совместно. Ну, то есть за 10, 20 и 30 минут до еды один, другой и, соответственно, третий препарат. Кстати, есть еще и свечи рейши, вы можете посмотреть о их лечебных свойствах. В описании под этим видео я дам две ссылки на рейши препарат в капсулах и свечи рейши. Ну, разумеется, будут ссылки и на наборы, о которых я сейчас говорю. Третье главное свойство рейши – рейши лечат психические заболевания. Это редкое свойство впервые было отмечено еще в 17 веке, когда при помощи рейши была вылечена подучая у наследника медака, ну, в Японии. И это все задокументировано, причем и в медицинских трактатах восточных. Успешно зарекомендовали себя рейши в лечении аллергических бронхитов, осматических компонентов и при инфекциях верхних дыхательных путей. По клиническим исследованиям в клинике Гора Чехара 60% испытуемых с аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей вылечиваются, даже если раньше безуспешно применяли гормональное лечение. Рейши также активно изучаются и используются на Западе, но в промышленное фармацевтическое производство идут не только плодовые тела, а мицелии, что значительно снижает эффективность произведенных лекарств и биодобавок, поэтому не все рейши одинаково полезны. Помните, что название одно и то же не говорит еще о лечебных свойствах и вообще не говорит ни о чем. При исследовании химического состава гриба рейши в Американском институте рака было сделано удивительное открытие. Найдено вещество под названием ланостан, которое тормозит образование антител, что важно именно в случаях аллергических реакций. Сейчас американцы пытаются синтезировать полученное вещество и надеются, что это будет надежное лекарство от аллергии, подействуя совершенно отлично, как от антигистаминов, например, лишь на время тормозящих атаки аллергии, так и от гормонов типа кортизона, имеющих, как известно, массу побочных явлений. Хочу лишь сказать, и практика в этом смысле тоже критерий истины, что все, что пытались синтезировать, не оказывает таких лечебных воздействий и имеет всегда побочные негативные последствия, потому что природу повторить невозможно. Потому и витамины, дорогие товарищи, должны быть не синтетические, а натуральные, то есть полученные путем экстракции и другими методами из натуральных природных продуктов, компонентов, например, как вот этот витамин С, который является концентратом, органическим концентратом витамина С, полученного из растений. Или вот этот витамин Д3, который был получен из лишайников, а не синтезирован в лабораториях и заводах. Хронический бронхит, хроническая астма, атопический дерматит и многие другие аллергические проявления на коже, все эти заболевания успешно лечатся и излечиваются при помощи рейши, но не только одного его, а в комплексном системном подходе к лечению, когда учитывается и изменение коррекции питания, изменение образа жизни, когда убираются вредные продукты из рациона питания. И вот тогда действие гриба рейши видно довольно-таки быстро. Разумеется, лечение аллергии при помощи рейши это процесс длительный, он занимает примерно около одного года, но он действенный и никогда не вызывает негативных побочных эффектов. Кстати, клинические исследования наглядно показывают и такое свойство гриба рейши, как способность снижать уровень холестерина, триглицеридов и бета-протеинов в сыворотке крови. Кратко подведу итог и скажу, от каких болезней применяется и используется гриб рейши. Первое, от доброкачественных и злокачественных заболеваний в составе комплексной терапии маркерного курса и при дальнейших назначениях уже специалистами-фунготерапевтами. Второе, бронхиальная астма. Третье, хронический бронхит. Четвертое, аллергические и аутоиммунные заболевания. Пятое, заболевания сердечно-сосудистой системы. Шестое, сахарный диабет. Седьмое, рейши способствуют активному долголетию и об этом написано очень много трудов, трактатов, исследований. Не забывайте, что рейши улучшает работу эндокринной системы, например, при узловом зобе, мастопатии. Также его применяют при любых легочных заболеваниях, при эпилепсиях. Рейши обладает тонизирующими свойствами. Он значительно активизирует функцию тель-лимфоцитов. Он увеличивает количество лейкоцитов в периферической крови. Рейши оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему. Он снимает боль, способствует расслаблению бронхов и кишечника. Он усиливает работу сердца, снижает высокое артериальное давление, у кого оно повышено. И приводит в норму давление вообще, если оно понижено. Для этого применяется три грибных препарата. Шитаки водорастворимая форма, рейши в капсулах и кардицепс в капсулах. Он нормализует уровень холестерина в крови и улучшает, кстати, функцию печени. Ну и, конечно, еще раз подчеркну, тем людям, кто перенес когда-то инсульты, инфаркты, применение гриба рейши совместно с шитакей и кардицепсом будет очень разумным. Потому как рейши оказывает умеренное кардиотоническое действие. Он способствует уменьшению проявлений сердечной недостаточности. И напоследок скажу, что результаты исследований во Всесоюзном кардиологическом центре были очень существенными. Спустя 5 часов, всего лишь 5 часов после приема препаратов из гриба рейши, уровень холестерина понизился. Кроме того, стойкое понижение повышенного артериального давления происходило у людей уже после 14 дней применения гриба рейши. Ну и давайте последнее, что я еще расскажу, про противоопухолевый механизм действия. Если в видео моем гриб шитаки я подробно объяснил, как полисахарид лентинан, содержащийся в грибе шитаки, воздействует на макрофаги и заставляет синтезировать большое количество фермента перфорина, который и лизирует, разрушает оболочки внешней раковых клеток, таким образом уничтожая их. А вот самое главное то, что и рейши тоже активируют клетки макрофаги, CTL, NK клетки, после активации которых они становятся способными к уничтожению атипичных, злокачественных клеток и проявляют высокую цитотоксическую активность к любым измененным клеткам. Полисахариды рейши вызывают 10-ти и даже 30-ти кратное увеличение фактора некроза опухоли, увеличение концентрации интерлекинов 1,6. Пациенты, принимавшие рейши, лучше переносят полихимиотерапию и лучевую терапию. В рейши содержатся специфические бета-глюканы GM2A. Эти бета-глюканы ускоряют созревание иммунных клеток и к тому же они увеличивают жизненный срок макрофагов наших. Причем в несколько раз, а значит противоопухолевая, противораковая активность иммунитета увеличивается. Можно долго было бы еще говорить о свойствах рейши, но видео получится слишком длинным. Этого многие сейчас не любят. Поэтому главное я сказал, что называется тезисно, ссылка на лечебные грибные препараты я дам под этим видео. Ну и вообще посмотрите, все ссылки, которые я оставлю под этим видео, они очень важны. Разумеется, я оставлю ссылку на плейлист по лечебным грибным препаратам. Посмотрите мои видео про другие грибные препараты и их лечебные свойства. Любые грибные препараты, а также наши продукты, приборы и так далее, мы отправляем в любые точки мира, по всей России, по всем странам СНГ. Так что можете посмотреть на нашем сайте раздел «Доставка и оплата», а также рекомендую посмотреть раздел «Отзывы». Ну и, конечно же, приобретайте наши товары, если вы посчитаете это нужным. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.